Год назад мне спросили, где Саша учился. Тогда это был второй интернат, сейчас военно-спортивный лицей. И люди захотели поставить памятную доску сюда, как бы в память о том, что здесь учился, при том, что это военный лицей, чтобы дети видели, что герой Украины. И воспитывался, наверное, какой-то патриотизм. На годовщину я была в Киеве, потому что для меня больше, не знаю, наверное, морально, и я считаю, что отдать, почтить память Сашину больше там, потому что я думаю, что там он отдал свою жизнь. Дозная Сашу, я просто не могла его остановить. Я его благословила, конечно, чтобы все это было в мире между нами, в любви. Спросила, чтобы был осторожным, как любая жена. Все, кто, ну, как любой родитель, те, кто ездили, все, конечно же, просили, чтобы были осторожными и берегли себя. Даже мысли такой не было, что такое что-то может с ним произойти. То есть я даже себе не представляла, что... Как-то я думала, что это меня от нас. Я понимала, что уже были погибшие. Ну, почему-то я не могла даже себе представить такого. Он был очень порядочным человеком, очень правдивым, принциповым христианином и добрым, гидным гражданином. Я уверен, если бы ему сейчас встал, если бы ему пришлось еще раз померти, то, что он помер на Майдане, он был без ваганья, из того, что знаю его я. Порядочный, добрый человек, идейный, светлый. Он чувствовал потребу в будущем там, саме на Майдане, потому что знал, что это решается с правой чести, гидности, людского бытия, христианского, украинского, гражданского. Он заслужил сегодня, чтобы ему открыть эту памятную дошку, так как все из Небесной сотни. Перемены в стране, чтобы не было той коррупции, этих олигархов, тогда это будет лучший памятник и память не только моему Саше, а всей Небесной сотне.